Скандал в Белц вокруг ремонта моста и путепровода на объездной дороге города. Александр Петков, мэр муниципия Белц, избранный по спискам политформирования «Наша партия», отказывается выдавать разрешение на проведение работ. Министерство инфраструктуры и регионального развития обратилось в суд, так как Александром Петковым не был соблюдён 30-дневный срок для принятия решения. Петков, в свою очередь, утверждает, что у него есть основания для отказа и заявляет, что министерство подало в суд ходатайство об отстранении его от должности. Представители Министерства инфраструктуры и регионального развития решили запустить через суд муниципия Белц процедуру отстранения от должности мэра муниципия Белц, поскольку они считают, что мэр муниципия Белц был обязан выдать разрешение на строительство мостов на объездной дороге города Белц. По словам Александра Петкова, вопрос выдачи разрешений обсуждается с Министерством инфраструктуры и регионального развития с декабря прошлого года. При этом ведомство утвердило проект ремонта, не учитывая мнения местных властей и других структур, в частности полиции. Они утвердили проект, в котором не были предусмотрены пути объезда этих ремонтируемых мостов. Они подумали, что объездные пути должны проходить через город. Поэтому я в качестве мэра муниципия Белц призвал представителей правительства к серьёзному и откровенному разговору, чтобы город и жители города не пострадали. Петков говорит, что он не блокирует ремонт мостов, находящихся в плачевном состоянии. По словам мэра, проблема в том, что городские власти и профильное министерство не пришли к общему знаменателю. Вся руководящая верхушка правительственных структур в Белц, полиции, департамента по чрезвычайным ситуациям, других причастных к этому структур, в том числе инспекции, которая составила административный протокол, все в один голос сказали, что если будет сделано так, как хочет министерство, в городе будет коллапс. В ответ на запрос ВАНТВ, служба по связям с общественностью Министерства инфраструктуры и регионального развития заявила, что утверждения Александра Петкова ложны и не соответствуют действительности. В министерстве подчеркнули, что входящая в его структуру государственная администрация автодорог обратилась за разрешением на проведение проектных работ и ремонт мостов в Белц. Согласно закону, разрешение на строительство должно быть выдано мэром в течение не более 30 рабочих дней с даты регистрации, что Александром Петковым выполнено не было. Поэтому министерство обратилось в суд. Но не с ходатайством об отстранении от должности городоначальника, как заявил сам Петков. Из-за того, что мэрия муниципия Белц не выдала разрешение на строительство, инспекция по техническому надзору составила протокол об административном правонарушении. Цель государственной администрации автомобильных дорог — как можно скорее отремонтировать эти мосты, чтобы избежать любого риска для жизни и здоровья людей, заявили в Министерстве инфраструктуры и регионального развития. В ведомстве отмечают, что и мост, и путепровод находятся в аварийном состоянии и представляют непосредственную угрозу для дорожного движения. Речь идёт о мосте через реку Реут, расположенном на трассе Кишинёв-Архей-Белц, и о путепроводе над железной дорогой.